Ребят, всем привет! Сегодня будем пробовать восстанавливать перегоревшие световые панели. Итак, отдали мне световые панели. Здесь их штук шесть, и все они не горят. Сейчас покажу. Подал питание 220, но вообще никаких признаков жизни. Просто вообще даже ничего не моргает. Сам драйвер здесь рабочий. Так как напряжение есть, оно скачет около 100 вольт, среднее значение. Следующая панель аналогичная. В общем, они все здесь такие, но здесь хоть какие-то есть признаки жизни. Так, сейчас постараюсь вам показать. Вот так видно. Здесь светодиод хоть один моргает. В общем, все дело в поломке светодиодов, то есть в выгорании. Перегоревшие светодиоды найти очень легко, либо путем прозвонки, либо путем проверки каждого светодиода, подачи напряжения на него и силы тока нужной, но и зрительной. Вот, допустим, смотрите. Вот он. У него кристалл уже черный. Вот. Этот такой же. Здесь, посмотрите, даже дорожка подгорела немножко коричневая. Часто бывает, что просто посередине маленькая черная точечка. Соответственно, ну, если на кристалле есть какие-то лишние цвета, ну, черные, подгорелые, без разницы, лишние элементы, то, соответственно, это уже перегоревший светодиод. Ну, а что же делать? Конечно же, менять светодиоды на новые, либо выпаивать, ну, брать какую-нибудь лампу как донор и оттуда выпаивать. Выпаивать, как я уже видосик снимал, можете посмотреть. Есть разные способы, всё очень легко. Либо покупать новые, можно заказать из Китая, там продаётся по 100-1000 штук, но нужно знать свои размеры светодиода, напряжение и так далее. Что я буду делать? Я сейчас выпаю каждую полоску. Здесь на каждой полоске получается по 28 светодиодов. Они все одинаковые. Формат здесь я уже узнал, 28-35, напряжение 3,3 вольта. Ну, в общем, сейчас посмотрю, какой силы тока. Для проверки перейдём ко мне на стол рабочий, и тогда там уже проверим. По счастливой случайности мне досталась одна панелька, ну, почти целая. И как видим, вот, допустим, вот здесь светодиод перегоревший. Здесь уже он, ну, почти умер. Вот. Вот здесь моргает. В общем, здесь минимальная замена будет. И сейчас покажу напряжение, сколько идёт на один светодиод. 3,3 вольта, стандартное напряжение на светодиод. Сейчас посмотрим по даташиту, какая сила тока, и начнём проверять. Кстати, некоторые умельцы берут вот эти светодиоды, перегоревшие, выпаивают, и просто ставят перемычку. Так делать ни в коем случае нельзя. Либо ставить нужно какой-нибудь резистор, либо менять светодиоды. Так как, тем самым, вы увеличиваете напряжение на светодиоды, и остальные светодиоды у вас перегорят, ну, просто буквально, там, за неделю, за две. А можете сразу. Потому что здесь всё рассчитано. Китайцы рассчитывают так, чтобы каждый светодиод получал нужную ему силу тока и нужное напряжение. А при установке перемычки вы повышаете напряжение силы тока на каждый светодиод. Соответственно, он больше греется и быстрее выгорает и перегорает. На блок питания я выставил 2,8 напряжение, и сила тока у меня составляет, так, сейчас покажу, всего лишь 30 мА. Нашел табличку по нужным мне светодиодам. Это 28-35, не путайся с 35-28, они совсем разные. И здесь вот они разной мощности идут, но мы будем смотреть китайский. Итак, у него получается потребление 25 мА и напряжение 3,2 В. Я выставил 2,8 и сейчас снижу до 2, до 20 мА, чтобы был щадящий режим, и начну тестировать. Всё, выставил, напряжение 2,8, сила тока 0,2, то есть 20 мА всего лишь. И начинаю проверять. Здесь получается параллельно связаны по 4 светодиода, и каждая группа по 4 светодиода припаяна уже последовательно. Следовательно, в общем, вот такая связка здесь. 4 светодиода рабочие, 4 светодиода рабочие. И вот, посмотрите, сейчас покажу. Приближу. При включении светодиоды моргают. Но моргают всего 3 штуки, раз, два, три, а вот этот вообще не придает никаких признаков жизни. Аналогичная ситуация и вот здесь. Вот этот светодиод вышел из строя. Получается сейчас совсем не работающих во всём светильнике два светодиода. Это вот этот и вот этот. Сейчас я их перепаиваю, выпаиваю из донора. Вот у меня есть полосочка, отсюда выпаиваю рабочий светодиод, то есть два. И будем проверять саму лампу. Сначала выпаиваю рабочие. А теперь нерабочие. Впаивать буду с помощью паяльника. И получается на светодиоде большой контакт это минус, а маленький это плюс. Либо вот здесь есть срез, это тоже минус. Два светодиода заменил, вот он, вот его видно. Конечно не заводская пайка, но достаточно аккуратно всё равно получилось и проверяем. Всё отлично, все четыре светодиода работают. Сейчас соберу один светильник и проверим. Ну что, ребят, посмотрите, светодиодная панель полностью рабочая, ни один светодиод не моргает, все ленты горят. На каждой ленте по 20-80 светодиодов, получается 112 всего светодиодов. Ни в коем случае, если будете ремонтировать, не ставьте перемычки. Обязательно нужно ставить либо резистор, либо новый светодиод. Тогда будет всё отлично и панель будет работать дальше. Китайцы специально делают, они чуть-чуть завышают силу тока, для того, чтобы через определенный срок светодиодная панель вышла из строя. Можно залезть туда, в блок, понизить силу тока. Видео полно в интернете, где и какой резистор находится, посмотрите. Ну, а я надеюсь, я вам помог. Отремонтировав светодиодную панель, осталось у меня ещё 8 штук. Конечно, все 8 не отремонтирую, но хотя бы ещё 3-4 штучки восстановлю. Это вот в этой были всего 4 светодиода перегоревшие, а другие панели там по целой полоске есть перегоревшие. Всё, на этом заканчиваю. Надеюсь, был вам полезен. Поддержите меня лайком, пальчиком вверх, подпиской, кто первый раз у меня на канале в гостях. Прощаюсь с вами, желаю всем удачи, не болейте и пока! Субтитры сделал DimaTorzok